Приветствую вас, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и это канал Академии Счастья. Мы продолжаем видео по улучшению качества жизни. И сегодня будет такое несколько необычное видео, потому что хочу рассказать вам о растениях силы и о таком растении, как айахуаска. Возможно, многие слышали о нем, но часто бывают противоречивые данные. Тут важный момент, насколько, скажем так, человек, проходя опыт, может понять это и принять. Потому что наша жизнь строится на принятии. И принятие наступает тогда, когда мы на что-то обращаем внимание, рассматриваем это, и это состояние уходит. Этой же практикой я занимаюсь и вводить, и в процессинге. Но вот когда применяются, допустим, растения силы, они помогают этот опыт, ну скажем так, пройти быстрее. То есть, конечно, это более интенсивный опыт, более такой сложный, можно сказать. Но в то же время, если есть готовность к принятию, это будет гораздо быстрее, чем, ну скажем так, практика повышения осознанности, да, сконцентрирована. Вот я бы так сказал. Но все равно основной акцент делается на принятии. То есть принятие наступает тогда, когда мы можем с этим соприкоснуться и рассмотреть это как есть. И растения показывают нам, что это, то есть откуда это происходит, почему это приходит вообще в нашу жизнь. И самое главное, это соприкасаемся с самим собой. Потому что активируется огромное количество различных страхов, болезненных эмоций. И мы, бывает, не понимаем, откуда это все приходит. То есть мы чувствуем, что где-то это есть, но не знаем точно откуда. И вот здесь это все проявляется, и мы начинаем чувствовать и откуда это, и самое главное наступает принятие. То есть принятие за счет того, что мы смотрим на это, соединяемся с этим и понимаем, что и это можно принять, и это, и это. То есть если не принимаешь, оно увеличивается, нарастает. А когда принимаешь, соответственно, это уходит. То есть получается, что основное, ну как бы между всеми практиками, да, растениями силы, это то, что наступает гармонизация личности. Даже я бы сказал не гармонизация личности, а гармонизация сознания. Потому что сознание это как единая ткань, единое целое. И вот этого прошлого, будущего, настоящего, его как нет, как такового. Это мы выделяем, да. То есть я там вспомню или подумаю о будущем, или посмотрю, что есть сейчас. Но вот в состояниях, измененных состояниях сознания, вот эта грань полностью уходит. Уходит грань между прошлым, настоящим и будущим. И можешь общаться с самим собой и в прошлом, и настоящем, и будущем. И уходит вот эта вот, там и главная, логическая цепочка, да. То есть мы как в жизни обычно хотим принимать логические решения, да. И говорить, вот сейчас я сделаю это, потом это, это. И таким образом вот улучшать свое состояние. Вот. Но на самом деле такая, такая практика, да, она как бы помогает развить ум. Но в то же время сознание начинает цепляться за вот эти логические выкладки. И, соответственно, оно начинает постепенно угасать. И вот цель, получается, это повысить осознанность. То есть, чтобы сознание было чистым. И вот практика, допустим, которой я занимаюсь, практика процессинга, auditing, она помогает очистить сознание. Вот. И самое важное, что я еще хотел сказать, что вот, допустим, да, когда человек проходит, да, церемонию, ну, растения айахуаска с шаманом, то шаман как бы помогает ему еще пройти через вот эти вещи, которые, ну, скажем так, вот я как проводник провожу человека в процессинге, да. То есть, как можно сказать, его внимание сопровождаю, помогаю ему пройти. И то же самое делает шаман. Шаман как проводник помогает человеку пройти через какие-то моменты болезненности, через то, что он не готов принимать. То есть, потому что проявляются свои самые такие страхи лютые, да. Вот если есть какой-то страх у вас, да, то он где-то внутри сидит. А тут он проявляется, и надо быть готовым с ним соприкоснуться. Потому что в жизни что мы обычно делаем? Мы убегаем от страха. То есть, мы не хотим, чтобы нам было страшно, чтобы нам было плохо. Мы хотим кайфовать, мы хотим жить осознанно, хотим жить в радость. А тут появляются какие-то страхи, что сложно, да, то есть, появляются негативные эмоции и так далее. Вот и поэтому цель это убрать, скажем так, сопротивление. Когда уходит сопротивление, мы можем соприкоснуться с этим и страхи проработать, убрать. То есть, наступает гармонизация личности и увеличивается осознанность человека. То есть, получается, осознанность это как раз и есть вот эта цельность сознания. И в практиках, вот, ну, допустим, если проводить практику процессинга, мы восстанавливаем эту осознанность. Если сравнивать это с практиками церемонии Айхуаски, то здесь это просто более концентрировано, но в то же время важно быть готовым к этому. То есть, готовым это означает, вот, что вы чувствуете, что это, ну, как бы, ваш следующий шаг. То есть, точно так же, как человек готов, например, процессингу к духовной практике, да, он приходит и находит, ну, своего, как говорится, мастера, да, своего духовного проводника и следует вместе с ним, да. То есть, вот, я уже занимаюсь процессингом 20 лет и все равно познаю какие-то новые вещи, озарения. Поэтому цель, получается, это познание мира. Да, и можно его познавать логически, читая книги, там, изучая какие-то статьи, что мы часто и делаем. А можно его понимать, постигать не логически, да, то есть, путем вот этого прямого опыта. Вот этот прямой опыт, он дает то, что не могут дать, там, книги, какие-то статьи, журналы, там, курсы. Он дает прямое переживание. Вот то, что я хотел бы еще важным моментом, да, что происходит прямое переживание того, что есть, да. То есть, вот оно все равно есть внутри сознания. И если ты с чем-то, ну, как говорится, не согласен, чего ты избегаешь, оно придет к тебе и напомнит об этом. Просто в жизни это приходит, ну, постепенно, да. То есть, один шаг, второй, третий, то есть, вот по мере принятия, да. А, допустим, вот при проработке это более концентрировано. Это может вылезти одно, второе, третье. И тут вот, я же говорю, важна, ну, такая стабильность сознания, чтобы быть готовым принимать это. То есть, если вы готовы принимать, то вот будет происходить исцеление. То есть, когда я провожу человека, да, то есть, как, ну, как можно сказать, как шаман в какой-то степени, да, ну, я себя шаманом не называю, да, я называю себя тем человеком, да, то есть, который помогает другому, как проводник, да. То есть, по дизайну человека я проектор, и то есть, моя, как бы, ну, миссия это помогать другим, направлять их, помогать им преобразовывать свое сознание. Вот, и таким образом, то есть, я реализовываю себя, то есть, я заинтересован в том, чтобы другой человек мог увеличить свою осознанность и прийти к пониманию жизни. Вот, и то есть, я провожу его шаг за шагом и, выступая как проводник, помогаю ему достичь тех вещей, которые, ну, собственно, скажем так, будут для него наибольше, наиболее гармоничны. То есть, не навязать какое-то свое видение, а помочь человеку понять собственное озарение. И вот, на церемонии тоже происходит озарение и состояние осознанности, и бывает смех такой, да, когда что-то внезапно понимаешь. Вот, такие же состояния возникают во время аудитинга, процессинга, когда вдруг понимаешь, что, насколько это было глупо, да, то есть, там, допустим, там, ненавидеть своего лучшего друга, или, там, не общаться с мамой, или, там, болеть какой-то странной болезнью. Вот, понимаешь, насколько это было глупо, и все, и это исчезает. То есть, происходит качественное изменение жизни. Вот, и поэтому я хочу, друзья, сказать, что очень важно действительно двигаться по этому пути и заниматься практикой духовного роста. Потому что, как бы, ну, я же говорю, читая книги, там, статьи, это, как бы, здорово, но это не дает той осознанности, которую вы могли бы получить, действительно, занимаясь практикой. Вот, и в этой практике, ну, скажем так, вы можете понять себя, понять Вселенную, и, на самом деле, это все общение, ну, скажем так, божественного, да, то есть, общение с самим собой. Вот, когда вы достигаете вот состояния покоя, состояния источника, то есть, высшего состояния бытия, то вы понимаете, что все едино. Да, и вот при, я же говорю, при церемонии, да, или при процессинге постепенно человек поднимается в это состояние. То есть, кто-то быстрее, кто-то медленнее. Вот, но самое главное, что этот процесс идет, и что каждый человек может достичь этого состояния спокойствия, осознанности и состояния источника. Вот, и поэтому я, наверное, хотел бы вас пригласить в Академию счастья для исцеления, для исцеления онлайн, то есть, я провожу сессии онлайн, которые помогают улучшить качество жизни, проработать негативный заряд и наступает принятие. То есть, принятие самого себя, принятие того, что вы не могли принять, и происходит какой-то перемен в жизни, когда вы начинаете чувствовать себя осознанно, легко и действуете во благо для себя и других. То есть, вы перестаете разрушать, а начинаете созидать, и созидать на основе осознанности и доброй воли. Вот, на этом, наверное, я буду заканчивать, я основное поведал вам. Вот, и занимайтесь практикой духовного роста, увеличивайте осознанность, делайте это на ежедневной основе, и у вас будут результаты. А если захотите пройти сессию или узнать подробности о том, как можно улучшить и исцелить свое состояние, напишите мне в личные сообщения или в вайбе, или в любой соцсети. Мои контакты будут все указаны под этим видео. Можете также добавляться в друзья в соцсетях, я открыт к общению. Если видео вам понравилось, то ставьте нравится, подписывайтесь на канал, добавляйтесь в друзья, включайте напоминания о новых видео, я записываю их ежедневно. И поделитесь этим видео с вашими друзьями, я уверен, тоже будет им интересна практика осознанности и практики церемонии Ахуаз и на самом деле, то, как можно улучшать свое состояние, будучи осознанным и счастливым. Вот, сейчас на экране появится еще парочка видео, можете тоже их посмотреть, подписка на мой сайт, на мой канал, то есть заходите в гости, буду рад вас видеть. Это здорово на самом деле, когда можно общаться и помогать друг другу в улучшении состояния увеличения осознанности. Напомню, меня зовут Шевченко Александр и это канал Академии Счастья. Всего доброго, друзья. До скорой встречи.